Солженицын. Так кто же он такой? Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году. И значит в этом году мы отмечаем совсем немаленькую дату со дня его рождения. Но тут сразу же всплывает вопрос, а что такого особенного в этой дате и в этом человеке? Почему мы должны праздновать и почему мы должны интересоваться этой личностью? И кто такой вообще Александр Солженицын? Простого ответа на это не будет. Зато мы можем найти несколько непростых ответов. Итак, Солженицын — это военный. Потому что Александр Исаевич настойчиво добивался отправки на фронт во время Великой Отечественной войны. Он прошел обучение и с 1943 года принимал участие в боевых действиях. Причем прошел боевой путь от Орла до Восточной Пруссии. Он служил на разных фронтах и даже был командиром батареи артиллерийской разведки. Его батарея должна была обнаруживать артиллерию противника. За успешную службу Солженицын награжден орденами Отечественной войны второй степени и Красной звезды. Солженицын — еще и диссидент. Причем его диссидентская деятельность началась еще на фронте. В своих письмах он критиковал Сталина, сравнивая порядки при нем с крепостным правом. И даже указывал на необходимость создать организацию, которая боролась бы с властью Сталина. Неудивительно, что вскоре к характеристике Солженицына добавилось еще одно слово — заключенный. Его арестовали в 1945 году, и после суда он был приговорен к восьми годам лагерей и вечной ссылке. Александр Исаевич отбывал заключения в разных лагерях — и в Москве, и в Московской области. Был он и в особом лагере на севере Казахстана. Большую часть времени Солженицын работал по специальности — учителем или математиком в конструкторском бюро. Но он был и на общих работах. Освобожден он был через восемь лет, в 1953 году. А еще через три года последовала полная реабилитация и отмена решения о вечной ссылке. Однако мы знаем Солженицына еще и как человека, который выехал из СССР. Дело в том, что в 50-60-х годах XX века он пишет произведения, в которых резко критикует советскую власть. А еще ведет общественную работу и встречается с иностранными журналистами. Так что власти, в конце концов, начинают воспринимать его как противника. Его исключают из Союза писателей. Создается даже отдел КГБ, который занимается исключительно Солженицыным. Против писателя резко выступают его коллеги, другие авторы. И в 1974 году Солженицына лишают гражданства. Его обвиняют в измене родине и высылают из страны. После этого он в основном живет в Швейцарии, но постоянно совершает поездки по Европе и часто выступает в США. Там он стал довольно популярен. Но какие же произведения вызвали такой резонанс? Мы знаем Солженицына прежде всего как автора прозы. Это и пронзительный роман «Раковый корпус» о борьбе ссыльных больных за жизнь. Это и «В круге первом» роман о спецтюрьме, где работали заключенные инженеры. И автобиографический сборник очерков «Бодался теленок с дубом». Но самыми известными для нас остаются, пожалуй, три текста. Это «Один день Ивана Денисовича», рассказ, в котором описывается быт заключенных. «Матрёнин двор» о жизни советской деревни. И, наконец, «Архипелаг ГУЛАГ» – масштабное художественное произведение о репрессиях в СССР. Что ещё мы знаем о Солженицыне? Что он нобелевский лауреат. В 1970 году ему была присуждена Нобелевская премия за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы. Однако получить премию лично писателю не удалось. Он отказался ехать на церемонию вручения, когда ему предложили ограничиться краткой благодарственной речью на банкете. Поэтому нобелевскую лекцию Солженицына зачитали при пустом кресле. В ней были, например, вот такие мысли. «Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает. Зримо, неопровержимо для всех. Против многого в мире может выстоять ложь, но только не против искусства». После высылки из СССР в 1974 году писатель все же выступил с речью на церемонии вручения Нобелевской премии, но речь, конечно, была уже другой. Кроме всего прочего, Солженицын во многом символ. Он был символом диссидентского движения и во времена существования Советского Союза. Писатель вернулся в Россию в 1994 году и вновь стал символом наступившей эпохи гласности, перемен, демократии. Его произведения начали издаваться огромными тиражами. Он много выступал на публике, а его тексты включили в школьную программу. Однако не все было так уж и радужно. Например, в 1998 году Солженицын отказался от получения ордена святого апостола Андрея Первозванного. Высказался он так. «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу». Наверное, прежде всего и раньше всего Солженицын — это крайне противоречивая фигура. Мнение о ней словно раскалывает общество надвое. С одной стороны, мы можем видеть немаленькие тиражи книг писателя, его памятники, мемориальные доски в его честь. Но часть общества считает писателя предателем и лжецом. Нужно сказать, что даже писатели не могли сойтись во взглядах на личность и творчество Солженицына. Например, после прочтения рассказа «Один день Ивана Денисовича» Чуковский писал «В литературу вошел очень сильный, оригинальный и зрелый писатель». А Валентин Распутин считал, что Солженицын — это и в литературе, и в общественной жизни одна из самых могучих фигур за всю историю России. А вот Михаил Шолохов высказывался довольно резко. «Поражает, если так можно сказать, какое-то болезненное бесстыдство автора». Еще жестче высказался Варлам Шаламов. «Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная узконаличной успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности». Так кто же такой Солженицын? Наверное, каждый решает это для себя сам. Но ближе всего к истине, наверное, будет высказывание Людмилы Сараскиной, биографа-писателя. Он много раз подчеркивал «я не диссидент». Он писатель. И никем иным никогда себя не чувствовал. Никакую партию он бы не возглавил. Никакого поста не принял. Хотя его ждали и звали. Но Солженицын, как это ни странно, силен, когда он один в поле воин. Он это доказал многократно.